Техническое описание кода неисправности OBD2, цепь управления питанием, регенерацией, разомкнутая что это значит. Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска. Это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Mercedes-Benz, BMW, Dodge, Volkswagen, Ram, Sprinter, Audi и т.д. Хотя общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии. Сохраненный код P2062 означает, что модуль управления силовой трансмиссией, PSM, не обнаружил напряжение в цепи управления для насоса подачи восстановителя, регенерации, системой селективного восстановления катализатора SSR, впрыскивают восстановители или выхлопную жидкость дизеля, DF, выхлоп перед фильтром твердых частиц дизельного топлива, уловителем NOX и, или каталитическим нейтрализатором через клапан впрыска восстановителя, соленоид. Точно синхронизированный впрыск DEF повышает температуру фильтрующего элемента и позволяет ему работать более эффективно, это увеличивает долговечность фильтрующего элемента и позволяет выбросить меньше вредных выхлопных газов в атмосферу, вся система SSR контролируется и контролируется либо PSM, либо автономным контроллером, который взаимодействует с PSM, в любом случае, контроллер контролирует датчики O2, NOX и температуры выхлопных газов, а также другие входы, чтобы определить подходящее время для впрыска DEF восстановителя, точный впрыск DEF необходим для поддержания температуры выхлопных газов в пределах приемлемых параметров и оптимизации фильтрации загрязняющих веществ, насос подачи восстановителя, регенерации используется для создания давления DEF в системе жидкого восстановителя для использования, когда это необходимо, PSM контролирует напряжение питающего насоса на предмет постоянных колебаний и процента нагрузки, PSM также контролирует один или несколько датчиков давления в системе подачи восстановителя, чтобы определить, есть ли утечка в системе, если PSM обнаруживает отсутствие напряжения в цепи управления насосом-восстановителем, регенерационным насосом, будет сохранен код P2062 и может загореться индикатор неисправности. МАЛ, многократные циклы зажигания, с отказом, могут потребоваться для освещения МАЛ, какова серьезность этого кода неисправности. Сохраненный код P2062 следует считать строгим и адресованным как можно быстрее, система ССР может быть отключена из-за этого, повреждение катализатора может возникнуть, если условия, которые способствовали сохранению кода, не будут своевременно устранены, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомами кода неисправности P2062 могут быть, снижение эффективности использования топлива чрезмерный черный дым из выхлопных газов автомобиля. Снижение производительности двигателя Другие коды, связанные с ССР, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода могут быть, неисправный насос подачи восстановителя, перегрузка, обрыв или короткое замыкание в цепи управления подачи восстановителя, плохой контроллер ССР, PSM или ошибка программирования, какие шаги по устранению неисправностей P2062. Для диагностики кода P2062 потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник диагностической информации о транспортном средстве. Вы можете использовать свой источник информации о транспортном средстве для поиска бюллетеня технического обслуживания, TSB, который соответствует году выпуска, марке и модели автомобиля, а также размер двигателя, хранимый код, СС и выставленные симптомы. Если вы найдете один, это может дать полезную диагностическую информацию, используйте сканер, подключенный к диагностическому разъему автомобиля, чтобы получить все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра, рекомендуется записать эту информацию перед очисткой кодов, а затем провести тест-драйв автомобиля. Пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен, если PSM входит в режим готовности в это время, код прерывается и может быть намного сложнее диагностировать, в этом случае условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться, прежде чем будет поставлен точный диагноз. Если код будет немедленно сброшен, следующий шаг вашей диагностики потребует от вас поиска в источнике информации о вашем автомобиле диагностических блок-схем, схем разводки разъемов, видов лицевого разъема и процедур, спецификации тестирования компонентов. Шаг 1. Используйте DVOM для проверки насоса подачи бака для восстановителя в соответствии со спецификациями производителя. Компоненты, которые не проходят испытания в пределах максимально допустимых параметров, следует рассматривать как дефектные. Шаг 2. Используйте свой источник диагностической информации автомобиля и DVOM для проверки напряжения насоса подачи восстановителя. Обычно напряжение аккумулятора при активированном насосе, если текущие условия не позволяют автоматическую активацию, используйте сканер, чтобы вручную активировать насос. Шаг 3. Если насос подачи восстановителя работает, используйте DVOM для проверки входных и выходных сигнальных цепей от панели предохранителей, PSM и замка зажигания. Отключите все контроллеры перед использованием DVOM для тестирования, чрезмерные коды управляющего напряжения насоса подачи восстановителя часто объясняются нехваткой проводки, напряжением. Субтитры создавал DimaTorzok